Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут... Здравствуйте, меня зовут Наталья. Это всё? Нет, у меня есть вопрос. Давайте, Наталья, вы не волнуйтесь. Хорошо, просто я тут не ожидала, что первая попаду, но это очень хорошо. В каком смысле первая попаду? Никто не попался? На линию. Обошли? А, на линию. Скажите, пожалуйста, вот что делать, если состояние подъёма, когда я готова свернуть горы, там, сделать кучу всего, кучу планов, у меня там такие грандиозные барбароссовские просто планы, в дальнейшем сменяются на полную апатию, ну и вообще нежелание чего-либо делать? Если честно, как ни странно, я бы начал с психиатра, потому что причин несколько, я вам назову две из них. Одна из них даже, ну, одна это такая уже совсем тяжёлая, это биполярное расстройство, вряд ли, конечно, а вот циклотемия, так называемая, очень может быть. Циклотемия, ну, цикл это слово цикл, понимаете, да? Ага. А тема, это вот как ваше настроение, состояние, вот как вы себя чувствуете. И есть такое заболевание, особенно в подростковом возрасте, в юношеском, когда сменяется настроение. То есть есть фаза, которая называется мания. Вот вы знаете, что у психиатров они ударение ставят неправильно. Типа профессиональное. Как повара говорят, блюда, как психиатр говорят, мания, а не мания. Вот. Вот когда мания, вот это вот такое возбуждение, когда вы сворачиваете горы. У меня такое состояние было вот на моём диагнозе СДВГ. А потом, так как это всё очень затратно энергетически, вы устаёте, и дальше хочется лечь за больные стенки и ничего не делать. Эта фаза называется депрессия. То есть такой подавленности. Настроение у вас подавленное. Вот Тим это настроение, а вот циклотемия это смена настроения. Тут я бы пошёл к врачу. Почему? Врач знает, с какой периодичностью это происходит при разных симптомах. Ну, то есть ваша симптоматика с чему соответствует, да? Ну, как у вас часто это бывает? Раз в день, раз в день. Ну, вот я готовилась к передаче, вспомнила. Получается... Нет, у меня такими длинными циклами. Получается, где-то около года у меня вот такое вот состояние, ничего не хочется. Делаю всё на автомате, потому что, в принципе, тимья дети. А до этого полгода у меня было состояние такого подъёма, что я там и ночами не спала. А это было с чем-то связано? Может, влюбились? Я же не знаю. Нет, нет, ну... Даже не знаю. Вот как раз-таки я думала об этом, с чем это может быть связано. Ну, вот опять появились такие грандиозные планы. Захотелось свернуть город. Ну, и как получилось, что я их сворачивала-сворачивала, они не свернулись. И вот уже практически год мне прям совсем не знаю, чем заниматься. Я бы дошёл всё-таки до доктора, чтобы исключить, может быть, у вас всё в порядке, но чтобы просто исключить всякие психопатологические истории. Может быть, у вас это связано с тем, что у вас не получилось, ожидания не оправдались, мотивация пропала. Вот многие, например, говорят слово «лень». Вот ребёнок ленивый, ничего делать не хочет. У меня лень, я ничего делать не хочу. Что это такое? Ну, лень – это слово народное. Это не такой термин психологический. А я бы лень разложил на две части. Лень состоит из двух частей. Проблема с волей и проблема с мотивацией. У меня была такая смешная ситуация. Я был молодой и очень ревнивый. И моя девушка переписывалась с англоязычным парнем. Ну, в общем, может быть, даже по-дружески. И вот я как-то смотрю в интернете, это было такое письмо, ну, может быть, пять строчек. А я из этих пяти строчек, ну, может быть, два слова понимаю. Напряжение, эмоциональная ревность сделал своё дело. Я в течение трёх минут понял практически весь смысл письма. Вот это я понимаю мотивации. А когда человек абстрактно что-то хочет, он ничего не хочет. Тогда у меня появляется лень, отсутствие цели, отсутствие мотивации. Вторая проблема – это воля. У многих людей есть проблемы с волей, воля поражена. Вот я сейчас отвечу на звонок и расскажу вам про синдром выученной беспомощности, который, собственно, убивает желание впоследствии. Добрый вечер. Алло, здрасте. Здравствуйте. Да. Меня зовут Олеча. У меня такой вопрос. Значит, я замужем, у меня ребёнок, на работе организовался другой человек. То есть у меня был... На работе организовался другой человек. Встал в колонну и пошёл в вашу семью. Так. Так точно. Да, у нас были взаимные чувства, но я как бы думала головой и сказала себе, нет, так не пойдёт, у меня семья, я должна остаться в семье. Но очень долго слушая ваши передачи, я уже поняла, что мой случай невротический, невротические отношения в семье. В принципе, наверное, уже в состоянии исправления нахожусь. Вот. А вот эти новые отношения как бы на работе, ну, сложно судить, потому что у него тоже семья и у нас такие встречи, ну, непостоянные. То есть я не могу судить, будет ли с этим человеком тоже невротические отношения или нет. Вот. Я потом с ним расстала, сказала, что нет, так не пойдёт, я останусь в семье. И у меня начался такой период, когда мне вообще ничего не хотелось. Ни сексу с мужем, ни каких-то других отношений. То есть я практически не ела, ни пила, у меня была депрессия, скорее всего, я так думаю, на работе тоже ничего не хотелось, и работы не хотелось, вообще ничего не хотелось. И ребёнка тоже не хотелось. Потом я сказала себе, хорошо, я хотя бы пообщаюсь с этим человеком, потому что я считаю, что мы с ним как-то не договорили. Я начала с ним общаться, потом опять начались отношения, у меня восстановилось всё, то есть у меня появилось желание к моему мужу, отличный секс, у меня появилось желание к ребёнку, я поменяла работу, и всё отлично. И сейчас двойные отношения. Значит ли, то есть мой вопрос, значит ли это, что у меня с мужем ничего больше не получится, и что вот эти новые отношения, это и есть любовь? Ну, трудно сказать, получится, я же не гадалка же, понимаете, но я могу вот что сказать, у вас невротические отношения с собой прежде всего, а раз они у вас с собой невротические, то дальше вы окружаете себя тоже невротиками, потому что давайте так проще, вот, предположим, была мне такая история, я вам расскажу, давно она была в Питере, познакомился я с девушкой, значит, а девушка, ну как, ты же не понимаешь, ты знакомишься, а вдруг она не свободная, она не то, что не свободная, у ней какой-то парень был, вот, она тоже, мы как бы влюбились друг в друга, но девушка при этом говорит, ну, слушай, я тут это в мае собираюсь к парню съездить, ну, типа, я не то, что жениться там, не, замуж, не, просто вот, как-то у меня с ним серьезно было, я тогда еще понял, что это полная фигня, знаете, почему, у здоровых левей-то по-другому происходит, знаете, как, она говорит, парни, слушай, я влюбилась в другого, да, ну, извини, и пока, их этот самый, как называется, звезда, я когда на московский вокзал приезжаешь, там, отойдешь, когось, палатки, везде шнур, видели, там, майки со шнуром, или вы в Питере не были, вот, все со шнуром, шнур, кстати, такой, действительно, символ города, он очень интересную вещь написал, вот, в фейсбуке это было, что если человек, скажем, от тебя ушел, а потом вернулся, то не потому, что он тебя любит, потому что он выбирал, и решил оставиться на тебе, это не про любовь, он просто решил, что с тобой будет лучше, это то, что у вас происходит с мужем, то есть, если бы вы были не невротиком, то вы бы сказали, во-первых, своему этому новому сотруднику, что я в тебя влюбилась, но меня не устраивает, не мой статус, я замужняя, не то, что ты в браке, правильно, да? Да, но там еще сложнее, он говорит, да, там все болеют, и кто-то даже умирает, он не может уйти, вот это вот? Нет, 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 он говорит, я готов завтра уйти, но про условия, что жить вместе. Ну, вот это вот рынок начинается, за вечером деньги, да, утром в стуле, это вообще уже не про любовь история, но у невротиков это нормально, дальше поехали, вы уже любите другого человека, вы можете сказать мужу, не то, что вы с ним должны там порвать, или разводиться, сразу дверью хлопать, старик типа, извини, вот я влюбилась в другого человека, давай хотя бы, может поживем, там месячишко-то раздельно, или просто не трогай меня, там я разберусь, да? Ну, много вариантов. Этот у нее с женой, ведь ему тоже не живется. Да, тоже. Понимаете, это моя же питерская тоже странная, потому что, если она со мной сидит, целуется, какой нафиг у ней парень в другой городе, это же бред полный, а он еще и жених к тому же. Короче, понимаете, у невротиков, у них вот так жизнь происходит, она происходит нездорово, они умудряются так выстроить все эти взаимоотношения, что я, собственно, на этом на жизни зарабатываю, разгребая вот эти вот вещи. Потому что этот ваш жених с работы должен бы сказать, наверное, тоже, да, что, ну, как бы не нравится ему женой жить, не живи, нравится, живи. А здесь история, где вообще мало кто кого любит, но здесь как бы от противного, вам, видимо, плохо стало дома, ему плохо с женой, да, и вы друг друга на этой почве встретили, правильно я понимаю? Да, так точно. А я считаю, что люди должны сначала свои проблемы все решить, и тогда у них будут здоровые отношения. А это все равно какие-то ущербные отношения, типа мне дома плохо, а с ним, да с ним будет то же самое. Почему? Потому что у нее такие же отношения с его женой. А вы говорите, нет, я же другая, я же не его жена. Бывает и так. Бывает. Вот я тут смотрел, у меня есть шикарный канал такой по телевидению, он называется Время. Это старый контент первого канала еще там 60-х годов. Вообще надо не верить, что это все наше телевидение, такие вещи показывают. И была какая-то передача про прекрасного актера МХАТа Вячеслава Невинного, что он увел жену у другого актера. Ну, они во МХАТе работали, и вот его жена Невинного, это была жена какого-то другого актера, я не помню кого. Вот, не знаете, как приставал? Он говорит, я хочу от тебя ребенка. И уходил. Она была замужем за другим актером. И вы знаете, вот так он ходил, 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 и доходился. Она развелась, вышла замуж за Невинного. И, нет, даже было еще невротичнее. Она не развелась, они стали жить с Невинным, она еще в браке была. Она даже ребенка родила от Невинного, но потом она все-таки ушла. А дальше, вот вы говорите, вот я не гадалка, дальше они прожили вместе 40 лет, душа в душу. Вот так бывает в жизни, понимаете? Потому что они невротики, но невротики тоже бывают себя находят. Я как бы зарекся, как это Ванга, рассказывать, нести всякую пургу в массы, типа вот так вот, я вижу, у вас ничего не получится, или я думаю, у вас хорошие перспективы. Потому что, всякое в жизни бывает, но вы несчастливы, вы дергаетесь, в семье, в семье плохо, с ним порвала, стало еще хуже, теперь давайте, типа, с ним общаться. При этом все живут в своей семье, выходят, так сказать, на поверхность во время 5 дней в неделю, я так понимаю, рабочих. Такой режим 5-2, два выходные. Ну что это за жизнь, что это за отношения? Алло. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Это я. Я хотела вам сказать, Аля меня зовут. Аля, здрасте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, вы мне так нравитесь. Спасибо, вы мне тоже. А что вам не сказать? Михаил, я выросла на ваших песнях, вот это вот. А я еще не выросла. Вот я и поэтому и говорю. Спасибо, Аля, это приятно. Вопрос. Давайте. Тем, как я спрошу, можно я в двух словах расскажу, что было до этого? Да, конечно. Я выросла с мамой, с папой. То есть я выросла в полной семье, у меня такие, ну, необычные были отношения с родителями. Вот это вот, сын поварихи или кальчика, я с детства был примерно мальчиком. В каком смысле необычные? Папа у нас не очень хорошо себя вел, и я старалась его избегать, что ли. А что он делал? То есть вроде физически мы находились всегда рядом, и я понимала, что и мама, и папа меня любят, но я всегда, например, в другой комнате. А что означает, что он не очень хорошо себя вел? Он выпивал и руки распускал. Понятно. Так. Вот, но сейчас я понимаю, что, наверное, это так, наверное, он иначе не мог. Ну, не суть. Но это болезнь общал пакалит. Он иначе не мог. Это правда. Так. Да, вот. И сейчас, я не знаю, связано это с этим или нет, но я сейчас влюбляюсь в мужчин, с которыми не могу вместе быть. Я уже ходила к психологу по этому вопросу, но я не знаю, ничего не решилась. И вот сейчас у меня опять закручивается роман с испанцем, который соответственно не работает. С глухонемым капитаном дальнего плавания? Ну, типа того, но он говорит, я перееду, я буду жить в Москве. Вот это любовь. Так, а вопрос в чем? Вопрос в том, ну, мне не нравится, что я влюбляюсь в мужчин, с которыми не могу быть вместе. Аленька, вы в школе учились? Да. Вы помните, чем вопросительное предложение отличается от повествовательного? Ну. Да, мой вопрос в том, как это исправить. Для того, чтобы это исправить, смотрите, во-первых, что это? У вас проблема в том, что из-за, вы избегали отца буквально, то есть вы избегали близкого человека, правильно? Потому что вы его боялись. Да. Это привело к тому, что вы теперь избегаете вообще, ну, как бы, людей, с которыми можно построить отношения. Вы просто избегаете отношений как таковых, потому что вот это очень жесткая схема, я люблю своего папу, но я стараюсь как-то уйти к себе в комнату, потому что я его боюсь, да, она выросла уже в такую жесткую фобию. У меня, кстати, я вспомнил еще одну историю из своей жизни. Ко мне как-то пришла девушка, например, я, кстати, об этом как-то рассказывал, и она мне очень понравилась. Я говорю, вы мне прямо очень нравится. Она говорит, вы знаете, я никогда не встречаюсь с людьми, которые нравятся мне. Конец рассказа. Вот прямо то, что вы сейчас рассказываете. Но вы избегаете отношения... Нет, у нас это взаимные чувства. Нет, взаимные с другим континентом, с кем взаимные. Вы же сказали, что вы не можете быть вместе. Ну, физически. Да, здесь как бы вы избегаете, вы находите людей, с которыми вы не можете быть вместе. В этом фишка как бы, да? Так, например, ведут себя виртуальщики, которые переписываются. Вы тоже переписываетесь? Ну, получается, да. По скайпу там, да? Раз он не здесь. Да, любые каналы связи. Значит, что с этим можно сделать? Вам надо полностью поломать вот эту детскую историю с папой. То есть, то, чем я отчасти занимаюсь, изменить свое влечение, изменить свою психологию, избавиться от страха. Это целая программа такая, целая методика, по которой надо жить. Я иногда к ней возвращаюсь, вы можете почитать. у меня сегодня книжка вышла. Там об этом тоже есть. Называется «Хочу и буду». Это вот проект «Шесть правил», да. Но она только на складе, но магазинная завтра только будет или послезавтра. Вот. Я подожду. Да. Я сам ее еще не видел. Я тоже подожду. Значит, эта методика, она призвана поломать вот эти невротические, психические реакции, которые приводят вас к тому, что вы не можете ни с кем построить нормальное отношение. Здесь вот эта ситуация с папой, да и не только с папой, хочу сказать, и мама тоже принимает в этом участие. Мама же могла развестись, правильно? Ну, у мамы, видимо, свои тараканы. Ну, конечно. Но это ее дела. Да, но вы оказались в эпицентре маминых тараканов и папиного алкоголизма. И теперь вот вы как бы пытаетесь попасть в отношения, которых нету. Вы как герой Мехкова, помните? Он же тоже избегал отношений, говорит, будет перед лицом туда-сюда ходить. Поэтому он все время пытался скачить со всех отношений, его мама хотела сженить. Вот если вы почитаете про эти шесть правил, попробуйте по ним пожить, и вы поймете, что психика, она поддается исправлению. Это вот в психологии есть такое бихевиоризм, называется направление поведенческой психологии. И может быть, вас отпустят, вы просто перестанете бояться отношений. Елена Изобнинска пишет, Михаил, очень прошу вас, не давайте несчастной любви слушателей увести вас от темы. Это прекрасно, Елена. Очень нужен совет, как исправить отсутствие мотивации и слабоволия. Вот по теме как раз нашей программы сегодня. О, Мария, что бы я без вас делал? Честный ответ, ничего. Ели бы морскую капусту. Ел бы морскую капусту, слушал песни и молчал между новостями. У нас, кстати, звонок, или мне кажется? Звонок тоже есть, да? Добрый вечер. Ну, к мотивации мы вернемся. Вернемся. Если вы мне напомните. Здрасте, как вас зовут? Меня Карина. Михаил, очень приятно, Карина, ваш вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я с молодым человеком встречаюсь уже довольно долго. И в первое время мне очень хотелось секса, я была вся такая врячая, все было так отлично, и он, в принципе, отличный любовник, но в это время он там ною пренебрегал, потом мы расстались, и я, как бы, позволила событиям течь своим чередом. Через пять месяцев он вернулся и сказал, что ничего, как бы, глупее он не мог придумать, и наши отношения поменялись. Правда, глупее, чем что? А? Глупее не мог придумать, чем что? Ну, то есть он устроил в себе дикие переживания, очень страдал, потому что хотел меня оставить, потому что... Потому что? Он не может сделать меня счастливой, он такой никчемный и так далее, а я такая замечательная. Я хочу сказать честно, да. Ну? Да, и он мне не подходит. Но в итоге все перевернулось ног на голову, сейчас я в отношениях не страдаю, он совершает подвиги на своем уровне, но у меня пропало желание. Ну, конечно, у вас же обида такая. А? У вас же обида такая. Обиды нет, обиды у меня совершенно нет. Это время... А, вы пять месяцев порхали? А? Я не понял, то есть у вас были прекрасные были отношения, вдруг парень соскакивает, на пять месяцев исчезает, а у вас все хорошо? Нет, конечно, у меня была обида и так далее, но я как с ней работала? Я каждый день, каждое утро желала ему счастья. Ой, я вас умоляю, я вас умоляю. Желание... Вот это не надо, вот это вот, ладно? Короче, я понимаю, почему у вас пропало желание. Переходите к вопросу. Да, у меня вот почему-то пропало желание. Действительно, что это вдруг? Меня долго били головой об стену, а потом я уже ничего не хочу. Даже странно, как-то... Шучу. Есть какие-то варианты, да, что-то со мной сделать, потому что мне кажется, что я не больна, но в том плане... А здесь нет никакой болезни. Единственное было смешно, когда вы начали говорить, я с молодым человеком. Вот сколько лет я работаю на радио, наверное, больше 20, никто не сказал, когда я встречалась со старым человеком и дальше. Все говорят, что-то с молодыми даже про старых. Ну вот. А мужчина говорит, с девушкой, даже когда это бабушка. Говорит, когда я встречался с девушкой. Ну, так вот, что я вам хочу сказать. Я бы не парился по этому поводу. Но хотите, можете заняться своим любимым аутотренингом. У вас все ничего не получается. Я понимаю, да. У вас, видите, ничего не получается. Вот. Потому что вы подавили в себе обиду. Это была здоровая реакция, потому что все было хорошо. Темперамент из вас, так сказать, фонтанировал. А он взял и соскочил из-за своих комплексов. И пять месяцев, это очень большой срок. И вы пережили, и, в принципе, с ним внутренне, попрощались уже. И тут, опаньки, как говорится, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем прям уже не ждешь. И, ну, как вот по второму разу оно уже как-то не так все пошло. В принципе, и все. Я бы по этому поводу не парился. Но вы не хотите вы его. А зачем вам нам нужно сегодня, хотите? Ну, вот он и происходит. Это очень редко, там, раз в месяц. И то уже, когда как-то, ну, так складывается. И он меня, ну, считает, что я его разлюбила. Я чувствую, какие-то испытываю, но вот таких острых и невротических больных чувств у меня точно нет. А нет, почему? Острые не обязательно больные. Бывает острые здоровые. Это ощущение счастья, когда вы утром встаете, и вы такая счастливая. Как одна девочка сказала, говорит, как будто прямо вот школу прогуляла, бегаешь с портфелем по улице, солнце светит. Почему обязательно страдать-то надо от влюбленности? Нет. Правильно сказала та вот Лидия, да? Говорит, Михаил, не дайте увести себя в несчастную любовь. Я жду, какого она вопроса ждет? Это Елена была. Елена просила, чтобы мы к теме вернулись, и вот Оксана, кстати, напомнила, что вы хотели рассказать про выученную беспомощность. Да, вот Елена, вот вы претендент на бесплатный билет. Из Обнинска, да? Да, из Обнинска. Может, это компенсирует, кстати, то, что мы в половине передачи говорим про несчастную любовь, очень искусно прилепленную к отсутствию желаний. Ну, не придерешься, да? Вот Карина говорит, а правильно? Желание? Да нет у меня желания к нему. Так вот, друзья мои, значит... Выученная беспомощность. Выученная беспомощность, а у Лены был вопрос? Да, в принципе, про то же самое, отсутствие мотивации и слабоволия. Отсутствие мотивации и слабоволия. Вот смотрите, как это происходит. Начнем издалека. В 60-е годы, не помню, по-моему, 68-й год, был поставлен бесчеловечный эксперимент. Бедную собаку поместили в клетку. Я как-то, кстати, рассказывал об этом. Били током. Она металась по клетке, а клетка была закрытой. В какой-то момент она уже не металась по клетке, а переносила страдания, не двигаясь, фактически. Ну, то есть, физиологически реагировала, но сама никаких попыток убежать не делала. Вот такой скотский эксперимент. Вообще, раньше эксперименты были прям реально дикие. Такой Менгель, я бы сказал, доктор. Потом эту собаку пересаживает в другую клетку с открытой дверью и опять бьет током. Мари, догадайтесь, что делает собака. Ну, она продолжает сидеть. Она ничего не делает. После этого выяснили, что у людей происходит примерно так же безо всякого тока. Что я имею в виду? Что если ребенку говорить, не лезь, не трогай, ты испортишь, ты сломаешь, ты не умеешь, ты не высовывайся. Это не твое, ты еще мал, тебе еще будет, сейчас ты не должен. ребенок примерно к восьми годам, к восьми, подчеркиваю, уже ничего не хочет. При этом он может хорошо учиться в начальной школе за счет исполнительности, а дальше, когда он начинает взрослеть, он уже никак не учится, потому что он может позволять себе, как у подросток, там, манкировать своими обязанностями детскими, и у него нет никаких желаний. Но он как-то живет при этом, он что-то ест, куда-то ходит, он ребенок, дети вообще не подвержены депрессии, как правило. И он куда-то идет учиться, а потом он куда-то идет работать, и такая жизнь у него вся, такая, как и в восемь лет, была такая и в двадцать, и в сорок, и в восемьдесят, все одно и то же. Это люди, которые как-то живут от зарплаты до зарплаты, от понедельника до пятницы, у них нету желаний, а у них нету интересов. Если такая семья, например, вот, предложим, такой муж, жена говорит, ну, я не могу, он деградирует, но с ним вообще не о чем говорить, да? Он такой и был, просто за счет молодости он как-то веселее казался. Вот отсутствие мотивации, то, о чем Лидия спрашивает, Лидия или Елена, Мария, как ее звали, не помню? Елена. Елена. Как я без вас-то прямо... Меня-то как зовут, вы помните? Знаете, на нас поставщики морской капусты столько могут заработать? Продолжите. Ну вот, забыл даже, что говорил. Короче говоря, вот это все правоученная беспомощность. Это большая проблема, когда у человека... Когда учился в школе, на старших классах был предмет обществоведения. Там была глава без идеалов. Наш историк, который вел обществоведение, называл это без идеалов. Чего? А, да-да, говорит. Без идеалов. То есть человек живет без каких-то целей, без интересов. Вот проблема с волей, потому что, когда тебя обламывают с детства, конечно, воля твоя деградирует, она не развивается, и ты плывешь по течению. Ну и отсутствие, конечно, мотивации, интересов. Вот это большая проблема. Логичный вопрос, как решать эту проблему? Да, конечно. К бабке не ходи. Придется об этом говорить, скорее всего. У нас же позитивная программа. А решать сложно. Решать сложно, потому что в случае, когда это очень глубокая проблема, требуются антидепрессанты. Человека надо взбодрить, потому что у него очень все подавлено, эмоциональные сферы подавлены, интересы у него вообще не развиты и так далее. Второе, если это все-таки, так сказать, поддается психологической, так сказать, психотерапии, да, без медикаментозного, то это уже, конечно, проще. Не надо его заставлять. Многие говорят, надо себя заставить. Соберись тряпка, открой форточку, сделай гимнастику, выйди на улицу, облезься дебил в конце концов холодной водой. Будет только хуже. Просто замерзнет и все. А если будет бегать, запыхается и вернется домой, обратно ляжет с зубами к стенке. Здесь другая история. Здесь надо вынимать из человека те крупицы желаний и мотивации, которые остались. Классические примеры слушательницы нам дают. Мой друг говорит мне, я ленивое животное, про себя. Еда живет у меня в холодильнике. Не работает. До этого работал сборщиком мебели. Играет в танки, много пьет. И, внимание, вопрос. Какие слова говорить ему, чтобы мотивировать к жизни и развитию? Наши слушательницы. Какие слова? Понятно, там гисты не пьют. Достаточно. Ну вот. И здесь нужно потихоньку человека приучать к его желаниям. он должен себя, если вы себя, себя имеете в виду сейчас, да, вы, например, вот такой человек, который я сейчас описал, вы должны себя спросить, ну, например, вот самый простой вопрос, что я хочу на завтрак? И вдруг видите, а этого нет, вот что она в холодильнике, что лежит, это не то. Вы спускаете все эти в кафе и едите то, что вы хотите. Что я хочу? Я хочу на майске поехать к морю. Самое интересное, что у этих людей вот это все заканчивается. Я хочу поехать к морю, дальше они переворачиваются на другой бок, выключают свет и спят. Нет, вы сказали, вы поехали. И вот так вот, как у нас говорят, степ-бай-степ, потихоньку вы научаетесь понимать то, что вы хотите и реализовывать свои желания. Очень важно себе взять очень жесткие правила. Никогда не передумывать. Если нет, как говорят адвокаты, вновь открывшихся обстоятельств, то есть ситуация не изменилась, то вы должны то, что вы хотите изначально, даже самое мелкое ваше желание, вы должны пытаться реализовать любой ценой, не меняя, не перескакивая на другую. Звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Я сейчас стараюсь во все дела ввязываться, то есть пытаться получить какой-то опыт. А вы можете ввязаться в самое простое дело и сказать, как вас зовут? А, меня Ира зовут. Да, Ира, продолжайте. Здравствуйте. И проблема в том, что я не могу остаться в одном деле и развить его на 100%. То есть я хватаюсь за одно, за второе, и везде, только я понимаю, что я могу уже, ну, что-то, я что-то в этом понимаю, я это дело бросаю. Ну, то есть это как в школе. Интерес попадает, да? Да, ну, то есть в школе, там, да, хотелось заниматься музыкой, там, родители отдали, что-то научилась, и там, дальше лень развиваться. То есть как научить себя развиваться, там, в одном деле на 100%. А зачем? Стоп-стоп-стоп. Я вам не скажу, потому что я не считаю, что это нужно делать. А вот зачем вам развиваться в каком-то деле? Вот вы что-то сделали, вам интересно. Слушайте, есть такие люди, они генерируют идеи, их приглашает компания, они ставят целые заводы и производства, радиостанции, телеканалы. Ну, вот, допустим, у меня сейчас, да, интересная работа, в ней можно развиваться. То есть я застряла в одном месте, и дальше себя не развиваю. То есть я могу это сделать, но мне становится лень, становится как интересно. Вам не хочется, вы такой человек, вам нужно придумать продукт, а дальше вот процесс вас не очень интересует. Вам нужно что-то такое. Но это же неправильно, или это правильно? Правильно сказать, я такой человек. Знаете, что здесь неправильного? Здесь плохо для вас, как мне кажется, что вы страдаете от самореализации. Вы себя не реализуете, потому что какой-то момент вы начинаете соскакивать. Почему вы соскативаете, я не могу сказать. Подозреваю, что это может, теперь вопрос, связанный с ответственностью. Что вы боитесь страдать ответственность, соскативаете там, где вы начинаете. Вот этого точно нет. Ну, есть какая-то причина, мы гадать не будем. И мы должны понимать, что радио, это не консультация. Ну, понятно. Я не могу вам сказать так определенно. Но это не дело в мотивации, получается. Но мне казалось, что это недостаточная мотивация. Нет, что значит, достаточно это недостаточно. Вы когда что-то делаете, вы же знаете, зачем вы это делаете? Вот вы можете объяснить, зачем вы это делаете? Да, я хочу там развиться на 100%, чтобы зарабатывать кучу денег, там открыть свое дело. Но в итоге я этого и не делаю. Вот. Мотивация есть? Значит, мотивация или слабая, или неверная. Между раскрыться на 100% и зарабатывать кучу денег есть некоторая пропасть. Одно с другим напрямую не связано. И точно ли вы хотите свое дело, если можно получить кучу денег в каком-то месте без своего дела? Резонно спрашиваю Марии, да. Надо ли вам? Что так надрываться-то, если можно просто кучу денег получить? Я, к сожалению, Михаил, вынуждена вот здесь вас прервать. Уже после рекламы услышимся, да. Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Вот пока был перерыв, Мария озвучила интересный вопрос. Мария, можно еще раз? Так, это про... От Натальи. От Натальи. Так, так, так. Михаил, предупреждать надо. Сейчас Михаил. Нет. Как не сдуться на полпути? Например, хотела организовать день рождения, начала погружаться в организацию, поняла, что это сложно, мотивация пропала. Хотя, картинка красивого дня рождения пишет Наталья осталась. Как не сдаваться на полпути? Вот смотрите, друзья мои, как не сдаваться. Очень многие люди имеют ту же проблему, что и Наталья. Они что-то хотят, когда доходят до дела, они уже ничего не хотят. У них, к сожалению, вот их мечты, они никак не реализуются. Они сдуваются из-за отсутствия той же воли, мотивации и так далее. Что с этим счастьем делать? Всегда доводить до конца свои первые желания. Что я имею в виду? Если вы принимаете желание справить день рождения, потом начинаете тонуть в этом устройстве дня рождения, деньги, продукты, гости, место, мебель, посуду, все, что хотите, да, то вы говорите себе, это просто тупо правило такое, ничего личного. Если я решил делать день рождения, даже когда у меня пропадет желание его делать, я его все равно сделаю без желания, потому что это правило. правило доводить до конца свои первые желания и не передумывать. Почему? Вы должны хоть каким-то образом поддерживать те ростки ваших желаний, которые, видите, даже у людей в апатии, в остыне, они все равно есть. И их надо просто довести до конца, их надо реализовать. Почему? Потому что психика опирается на действия, не на аутотренинг, как вот наша Карина, бедная, я хочу его, я хочу его. Желаю счастья. Да, там внутри ничего не дергается. А на самом деле, когда вы совершаете действия, вы заставляете вашу психику меняться, вы заставляете вашу волю крепнуть, вы заставляете вашу мотивацию тоже укрепляться. А когда вы говорите, я хочу вот это, вот это, а потом, нет, я что-то уже не хочу, да мне и не надо, да я и не потяну, вот тут вы начинаете сливать все вот это подряд и мотивацию, и волю. Вот чтобы этого не происходило, у вас должно быть хотя бы одно очень простое правило. Не надо голову ломать, не надо спрашивать, а мне вообще день рождения, не надо. Многие люди подменяют понятия. Типа, ой, я хочу, не, слушай, я тут подумал, да в принципе, мне это не нужно. Это такой самообман, это ваша психика играет с вами в поддавки. Нет, вы говорите, можете на стене повесить плакат, что если я имею какое-то желание что-то сделать, я в любой ценой, подчеркиваю, любой ценой, безо всякого желания на каком-то этапе, это доведу до конца. Почему? Потому что вот такое правило.